Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Пер Аспера, и как вы помните, в прошлой серии приземлились колонисты, и у нас сразу входящий звонок, и давайте, наверное, на него тогда ответим. Эйми, это и Нейтан, как слышишь меня? С помехами, но разобрать можно, слушаю вас. Наши спутники-ретрансляторы барахлят. Мы перебрали все компоненты, но не смогли пока локализовать проблему. Быть может, на работу спутников оказывать воздействие на какие-то внешние факторы. В работе электроники могут снижать вспышки на Солнце или радиация. Да, это возможно. Мы разрабатываем усовершенствовую модель, которая будет более устойчива к космическим факторам. До тех пор, пока связь не восстановлены, продолжаю записывать все свои действия, уверен, что мы вскоре что-нибудь придумаем. Стоишь мне запустить дополнительные спутники, чтобы помочь с этой проблемой? Было бы хорошо, но как это скажется на твоей миссии? Помочь сейчас вам важнее. Это может быть выполнение всей миссии в целом. Согласен. Ну хорошо, у тебя есть разрешение начать этот спецпроект. Кстати, капитан Валентай напоминал, что ты хочешь исследовать сектор СА-9, верно? Да, доктор Фостер. Я обнаружил в нем какие-то ресурсы, которые могут помочь мне в выполнении миссии. Понятно. Я переговорил с руководителем МКА, и они дают тебе разрешение на освоение этого сектора. Первонаперво тебе следует изучить технологию спутника управления. После этого ты сможешь переключаться на вид с орбиты и запускать сектор СА-9 спутники. Запуск по готовности. Конец связи. Ну что же, мы знаем. Мы знаем, что, собственно, мы теперь можем готовиться к запуску нового спутника, и это отлично. И, наверное, мы все-таки займем уже растопкой льдов, потому что температуру постепенно нужно поднимать. Погнали. Давайте на ресурсы еще разок глянем краем глаза, и мы видим, что с водой пока что не очень хорошо дела. С чем это связано, я даже не знаю. Наверное, все-таки нам требуются более усовершенственные шахты, и я вижу, что мы уже лимит построек с вами почти исчерпали, что не очень хорошо. Для того, чтобы, собственно, нам поднять лимит построек, нам нужно зайти в инженерию, да, и вот эту вот историю изучить. Еще плюс 200. Это достаточно интересно. А сколько, вообще, максимум, интересно, построек можно? Вот если здесь 200, может быть, здесь уже 500, здесь полторы, а здесь 2000, не знаю, это мои предположения, но нам нужен этот лимит, потому что мы с вами настроили кучу всего, и, может быть, зря, возможно, все-таки стоило уходить именно в улучшение шахты, соответственно, их нам необходимо было бы меньше. Но, как минимум, мы сейчас с вами можем строить еще три дома. И давайте все-таки переместимся на орбиту и посмотрим, что у нас тут по возможным заданиям. Значит, запустить спутник, чтобы открыть сектор, и мы можем распылить над полюсами черную пыль, чтобы снизить Альбедо Марса, это позволит ему поглощать больше солнечной энергии и повысить температуру планеты. Я предлагаю, собственно, эту историю запустить, но что мне для этого нужно, я не совсем понимаю, почему-то я не могу это сейчас делать, нужно понять, что для этого нужно. Что-то я нихрена не могу понять, что для этого нужно, не могу ничего нажать, просто мне не дают такой возможности, мне нужно добираться туда или не нужно. Очень странная фигня, если честно. Вообще, я так думал, что мы уже могли это сделать и... не понимаю. Ну, вот смотрите, я, типа, перехожу сюда, и здесь ни на что кликнуть нельзя, чертовой двери. И что мне с этим сделать, прикажете, я не очень понимаю. Здесь я тоже кликнуть ни на что не могу, но, слушайте, пока не очень понятно. А, мне кажется, я понял. Смотрите, видите, вот здесь вот есть спутник, да, и вот эта зона наша. То есть, соответственно, нам нужно и сюда спутник запустить, чтобы вот этот вот сектор разблокировать. И получается, вот сюда нам спутник... нет, не сюда, где же находится эта хрень. Нам нужно над зеленой меткой тоже спутник запускать. Короче, сейчас все упирается в эти гребаные спутники, но никаких других вариантов у нас нету, кроме как попробовать ускорить технологии, например. Но, опять же, что у нас по воде, непонятно. Чтобы ускорить технологии, соответственно, нам нужно больше людей. Чтобы было больше людей, нам, соответственно, нужно с вами построить еще одну колонию. И мы тогда завезем еще какое-то количество Например, 100 человек И все-таки исследование пойдет побыстрее Но перед этим нам нужны шахты для того, чтобы увеличить количество воды В общем, все сейчас упирается в ресурсы А что из себя вообще этот спутник связи представляет И где он делается? Я пока не очень понимаю Колония, но я не вижу никаких спутников Или я просто могу его запустить Ну-ка, давайте-ка посмотрим Значит, мне нужно найти, в какой зоне находится у меня эта метка Потому что я видел, что есть такое задание А метку я, кстати, потерял Мне кажется, я видел ее в прошлой серии Но что-то не могу вспомнить где Походу, вот это она, да? Да, неизвестная заброшенная постройка То есть нам нужно вот сюда этот спутник-то запустить Могу ли я это сделать? Я почему-то не могу починить спутник, да? А, вот, я могу починить спутник Но опять же, черт возьми, ни хрена не нажимается Какого хрена происходит? Так, а если зайти в наш замечательный космопорт И посмотреть, что тут есть у нас? Миграция колонистов, организовать миграцию Ну, хорошо, на пути к земле А если я хочу отказаться от этой идеи? Может быть, я могу как-то это сделать С помощью вот этой вот замечательной карты И сказать, что Ребята, а можно, собственно, тормознуть? Или, к сожалению, нельзя, да? Либо нам нужен еще один космопорт Как вам такая идея? Я пока не очень понимаю Но все-таки такой вариант присутствует в моей голове Позволяет реализовать спецпроекты Наверное, для спецпроектов Нужен еще один космопорт Но у нас достигнут лимит космопортов То есть, соответственно, нам с вами нужна технология Которую я, на самом деле, здесь видел Вот он, дополнительные посадочные модули Новая база запускает дополнительные посадочные модули Запустить посадочный модуль, чтобы основать новую базу Интересный расклад Базовый лимит космопортов То есть, соответственно, нам нужно с вами исследовать вот эту вот историю Но нужно дождаться все-таки шахт Что у нас, соответственно, получается? Получается, что у нас все-таки есть три постройки И хочу ли я сделать еще одну колонию? Наверное, колонию я хочу в первую очередь Потому что это нам поможет сейчас немножечко ситуацию-то ускорить по изучению Надо только проверить электричество Но в целом вот сюда мы можем ее бахнуть Я думаю, что идея нормальная У нас потихонечку начала появляться сталь И значок наконец-то показывает, что мы идем на улучшение этой ситуации Наши шахты заработали Это просто шикарно Давайте проверим, что у нас по колонистам Значит, здесь 49 из 50 А здесь колонии 97 из 100 То есть, в целом, как бы, ну нормально Мы должны с вами ожидать вот этот вот замечательный корабль Он сейчас на земле И он в процессе То есть, соответственно, в скором времени нам привезут еще немного людей И наши технологии двинутся вперед Пока не совсем понимаю, какая разница между спутником управления и спутником связи А, вот погодите Вот это вот спутник управления, да, получается? Угу Нет, это все-таки конемукационный Господи, ну вы поняли, короче, коммуникационный спутник И есть спутник управления Хрен пойми Но я думаю, в любом случае нам нужен космопорт Сейчас будем разбираться Так, погодите-ка Мне показалось или увеличился лимит? Как это могло произойти? Я вроде ничего подобного не делал И у меня, соответственно, вопрос Какого хрена происходит? Нет, нам нужно не вот это Нам нужно с вами исследовать вот эту вот историю Два космопорта Что нахрен произошло? Или у меня что-то с глазами? Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сделать с шахтами Можем ли мы их улучшить? Да, улучшать мы можем И это новости просто охренительные Это значит, что перестраивать ничего не придется Я сейчас как минимум улучшу парочку шахт И, наверное, это будет именно вода Потому что это такой важный очень для нас ресурс Что я вижу по стали? Стали нормально То есть мы, в принципе, с ресурсом сейчас держимся И просто все шикарно А, слушайте, нет, я не туда посмотрел Все было хорошо в этом плане 250 это люди А мне надо было вот сюда смотреть Первый из шагов на пути создания новых космических технологий Отлично И что это значит? Я не очень понимаю Короче, я тут с глазами У меня беда И я не туда смотрел В общем, с созданиями у нас все окей Не знаю, какого хрена происходит Но, тем не менее, шахты у нас улучшаются А хочу ли я улучшить со сталью шахту? Наверное, хочу Но мне нужна именно шахта То есть вот эта вот история И мне нужна еще одна шахта Сталелитейная Сталелитейная шахта Вы понимаете, о чем я Где она только хрен поймешь Вроде где-то здесь рядом было две сразу Да, по-моему Да, это фабрика И, соответственно, где-то здесь должна добываться сталь Да, вот она Действительно здесь Мы ее тоже улучшим И, наверное, я бы построил бы еще одну фабрику По производству стали Для того, чтобы мы все эти мощности По добыче руды Соответственно, немножечко обыграли Вроде по электричеству я вижу, что все окей Ставим тогда сюда Простые космические технологии изучено Доступно количество космобортов Что мы видим еще здесь Метановый астероид Воз парниковых газов Но это все именно для терраформирования Наверное, я бы пока не торопился Изучил бы сейчас Ветряную электростанцию Для того, чтобы у нас была возможность Ее уже строить И мы не очень зависели от солнечных Посмотрим заодно, что там по производительности Может быть, она будет эффективнее И, соответственно, мы сейчас можем С вами космопорт бахнуть Я не думаю, что я хочу где-то его далеко Мне кажется, что вот здесь Неплохой вариант Я так понял, что один космопорт У нас занят задачей все-таки По ввозу колонистов Второй космопорт будет занят Чем-нибудь другим Но сейчас мы эту теорию проверим А мне вообще должно Хватать и на второй, да? Ну я имею в виду Хватать, конечно же, лимита Ну-ка, покажите мне А где посмотреть? Где посмотреть лимит? Слушайте, ну я вижу, что можно строить Ветряные турбины обеспечивают Мою базу чистой возобновляемой энергии Я могу повысить КПД турбин Возводя их в зонах сильных ветров Отлично Это хорошая информация Значит, мы этим воспользуемся Ставим сюда еще один космопорт Сразу, я не вижу смысла тянуть Давайте выйдем вот сюда И посмотрим Можно ли теперь вот эту историю запускать Отлично Все, дело пошло Мы видим, что ресурсы загружаются И значит, что спутник В скором времени будет построен Что касается ветряных турбин Давайте, наверное, тоже глянем Потому что нужно быть в курсе Как это все работает Солнечные батареи А есть, соответственно А где у нас ветряные турбины? А, это она просто так болтала Они еще не изучились Вырабатывает электричество За счет марсианских ветров Что будем дальше изучать? Вопрос хороший Может быть, расширить немножечко склад Складской комплекс появится Вот я о чем и говорил Что это на самом деле тема хорошая И управление складами Не совсем понимаю зачем Но, наверное, нам это надо Скорее всего, мы можем отметить Где какие ресурсы хранить И, соответственно, логистику немножечко наладить Биотехнологии Колония номер 2 Имеет место быть Что вот это такое? Это лимит колонистов Плюс 750 И черная полярная пыль Уже изучена Хотим ли мы лимит колонистов Плюс 750? Ну, я вижу, что вот там уже Цифра потихонечку подходит К максимальной И, наверное, есть в этом какой-то смысл Но надо хорошенечко подумать Давайте мы начнем тогда Сначала с колонии Да, потому что В любом случае она нам нужна Ну, а потом уже лимит повысим Быстренько чекнем сейчас Космическую историю Ну, что вы нам скажете? Что потихонечку приближаемся Да, отлично Тогда мы с вами посмотрим На ветряную электростанцию 50 мегаватт Здесь 30 А как мне понять, где зона ветров? Могу ли я это определить вообще или нет? Это что такое у нас? Это у нас температура, да? Где вообще написано, что это такое? Ни хрена не понятно Но очень интересно Ну, короче, в любом случае У нас теперь есть ветряная электроэнергия И давайте вот сюда, например, посмотрим Будет ли какой-то показатель меняться Но я не вижу, чтобы что-то менялось 50 и 50, как бы, да? Тут больше ничего не добавить И нам, кстати, сейчас понадобится уже, наверное, эта электроэнергия Потому что я вижу, что энергия потихонечку у нас кончается Давайте новую поставим где-нибудь в этой зоне А еще, пожалуй, я улучшу вот эту вот шахту по добыче воды Потому что очень я переживаю за колонистов Новую воду мы пока с вами не отсканировали, да? Или отсканировали? Нет, отсканировали Вот это что такое? Это вода же? Да, это вода 3900 здесь И знаете, что мне кажется? Мне кажется, надо еще сканеров добавить Давайте добавим сканеров, чтобы дело прям поперло, да? Чтобы они прям сканировали без остановки Здесь, получается, ремонтная история у нас присутствует Я, наверное, буду строить даже не один археологический сканер Я буду строить их несколько, чтобы Они как можно шустрее мне открывали всю эту историю И показывали, что где находится Надо ли ставить вот сюда? Да, наверное, я тоже поставлю Почему бы нет? Но вот единственный вопрос Это, опять же, добавить еще электричество, да? Ветреную, конечно же, будем использовать Добавлять будем куда-то вот сюда Посмотрим по охвату ремонтными дронами Ну, возможно, где-то здесь Я бы, наверное, ее разместил Мне очень интересно, что там со спутником Я прям хочу, чтобы уже что-то произошло Но полосочка двигается Что означает вот этой вот хрени Я так и не понял до сих пор Но вроде как бы задание вот уже на подходе Да, его выполнение Сейчас мы это дело все проконтролируем И хотелось бы где-нибудь здесь тоже спутник, наверное, разрулить Но, скорее всего, опять же, понадобится дополнительный космопорт Тут просто нет лимита именно космопортов Есть только, ну, то, что на ваших экранах Вот неплохое улучшение В модернизированной колонии сможет проживать больше людей Ну, это и так понятно Это тебе спасибо большое Значит, что дальше-то мы делаем? Вроде все Вроде все сделали То, что могли Я правильно вас понимаю? Или что? Починить спутник Что дальше-то от меня требуется? Мне от меня дальше требуется что-нибудь изучить Ну, давайте лимит колонистов тогда запустим И немножечко попробуем разобраться с этой историей Открыть сектор Нужно открыть его, соответственно, нажатием кнопки То есть, я так понял, что космопорт все-таки освободился Или нет? Наверное, должен был Ну-ка, давайте проверим вот здесь Да, видите, вот сюда снова собираются материалы Значит, этот не заняли И мы, соответственно, можем с вами замутить что-нибудь еще Можем мы? Можем Мы сейчас начнем растапливать лед Я вижу, что у меня беда с алюминием И мне это не очень нравится Вот он как раз с алюминием Сколько здесь? 1400 Я так понимаю, что эти шахты Точнее, не шахты, а эти месторождения Они уже более какие-то богатые Да, например, вот есть еще одно Биотехнологии важный компонент плана по терраформированию Марса Я правильно сделал, что начала исследовать это направление Так И что-то из энергии прыгает Вот это нехорошо Энергия прыгает, это всегда плохо Значит, надо добавлять еще какие-то источники Давайте один бахнем вот сюда И, наверное, один бахнем Ну, куда-нибудь сюда же, рядом Какая разница, они не мешают друг другу Поэтому могут находиться прямо по соседству Лимит колонистов плюс 750 Достаточно быстро изучился Завод по выработке парниковых газов Мы такое уже где-то видели Хорошо Ну и расширенные склады, наверное, пора уже изучать Потому что у нас все-таки будет по логистике какое-то преимущество Что у нас здесь по заданию? По заданию мы еще собираем ресурсы У нас пока что проблемы с алюминием Которые мы сейчас надеемся решить с помощью двух новых шахт Мне кажется, я упустил один важный момент Это добавление ремонтных... Нет, конечно же, не ремонтных, а узловых станций Потому что дронов-то надо делать новых А я их нихрена не делаю Поэтому давайте сейчас мы эту историю... Да что же я все-таки туда нажимаю? Мы немножечко забустим, да? Например, вот сюда тоже что-нибудь бахнем Здесь вроде все хорошо у нас по радиусам И, наверное, еще куда-нибудь и с этой стороны хотелось бы Ну, покажите-ка мне Ну, например, вот сюда Дополнительные складские комнаты позволяют безопасно хранить излишки ресурсов Нужно найти для постройки хорошее место Что означает хорошее место, не совсем понятно Наверное, имеется в виду удобное место Чтобы очень быстро можно было перевести готовый ресурс Позволяет складировать на базе больше ресурсов Замечательно! Улучшенные дороги, посмотрите-ка Улучшает качество покрытия дорог Повышает скорость перемещения по ним Мне, кстати, вот это очень даже нравится Давайте, наверное, следующую технологию выберем именно эту Что касается складских комплексов То он стоит не очень дорого Потребляет какое-то количество энергии Но насколько мне он нужен рядом с моим посадочным модулем Ведь там хранятся наши ресурсы Я думаю, что он там не нужен Я думаю, что надо где-то на отдалении размещать Чтобы мы могли туда эти ресурсы загрузить И, соответственно, потом их оттуда брать И второй я бахну куда-то вот с этой стороны Пока что надо будет еще расширяться в эту сторону и в ту в том числе А я что-то не очень понял Все-таки лимит мы расширили же вроде, да, получается И вот она колония уровня 2 Да, все верно Но она не стала больше Она осталась такой же по размеру Пока не вижу смысла, наверное, завозить или завести Но с водой вроде все хорошо Мы сейчас вот эту вот историю с вами построили Точнее прокачали И вода поперла Надо двигаться в эту сторону Вот здесь еще можно водички отхватить Ну и больше мы не знаем Можно ли где-то еще ее получить Но наши сканеры активно трудятся И это отличные новости Потому что мы, соответственно, в скором времени поймем Где еще находятся те или иные ресурсы После улучшения дорог мои рабочие смогут перемещаться более быстрее Эффективная работа – залог нашего общего успеха Полностью с тобой согласен Но они действительно забегали пошустрее И, соответственно, это только нам на руку Я хотел бы глянуть, что у нас здесь по поводу вот этой вот темы Но я так понимаю, что мы все еще собираем ресурсы Нам явно не хватает рабочих Чудесно, теперь я могу осмотреть эти ракетные шахты Давай посмотрим Ну, то есть не я, конечно же, колонисты Если все их чертежи и исходные материалы остались там Мы могли бы продолжить с той точки, на которой они остановились Интересно, какие еще тайны скрывает эта планета Это действительно интересно Давайте смотреть, что мы можем теперь придумать Наверное, нам нужно это делать вот с этой вот стороны, да? Или нет? Нет, слушайте Нам нужно до сюда достроиться И, соответственно, поставить здесь с вами, конечно же, исследовательский комплекс На примере того, как мы делали это здесь Ну, в общем, задача ясна Будем двигаться в ту сторону Единственное, что меня пока что смущает Это вопрос по поводу того, насколько мы здесь все разведали Ну, разведали мы здесь фигню, на самом деле И надо разведывать еще Как можно поступить? Ну, можно начать, наверное, с каких-нибудь узловых станций Что-то у меня по энергии происходит Если мы рискнем использовать ядерные боеголовки, оставшиеся после холуна Действовать нужно... Осторожно Такие технологии это не игрушки Пока что я не решила, как лучше поступить Слушайте, ну мы знаем, что это действительно опасно И давайте пока что проанализируем последствия Я должна проанализировать последствия и убедиться, что этот план безопасен Торопиться не следует Я полностью с тобой согласен Торопиться действительно не стоит Но расширяться в эту сторону как минимум надо Поэтому я предлагаю начать с того, что мы увеличим количество роботов Которые у нас передвигаются Но ставить ли настолько близко, опять же, надо посмотреть на работу нашей ремонтной станции Как минимум вот здесь что-то у нас появляется И наверное получается так, что нам нужно ремонтный комплекс еще один с вами бахать Но нужно бахать его где-то таким образом, чтобы он нормально так охватывал И мы не ставили их каждые 500 метров А очередной входящий звонок давайте поболтаем Эй, мне ты Хьюстон, слушаю вас, доктор Фостер Марс вскоре пройдет точку пересечения из его орбиты с остатками кометы Будь готова к метеоритному дождю Улучшение дороги Очень много информации Я пока что даже не очень вывожу эту историю Хотим ли мы что-то еще Лимит построить? Наверное, я бы хотел Будь готова к метеоритному дождю Это может повредить базе? Да, пока на Марсе не сформироваться достаточно плотная атмосфера Которая будет защищать планету от метеоров Сейчас тебе следует принять меры передосторожности, чтобы минизировать урон Я займусь безопасностью производственных зданий или энергосети Производственные здания База должна быть готова к приему колонистов Я займусь безопасностью необходимых для их выживания производственных зданий Мне потребуются ремонтные дроны для оперативного исправления повреждений Хороший план Это поможет поставить миссию под удар? Нет Ты справишься с любыми возможными повреждениями Это станет первым из многих вызовов, с которыми тебе придется столкнуться Но ты обучен реагировать и подстраиваться под любую ситуацию Я сам сделал себя такой Вас поняла, спасибо вам, доктор Фостер Отлично, мы точно понимаем, что еще нужно поболтать Всегда, пожалуйста, конец связи До свидания, дружище Мы точно понимаем, что сейчас нас будут бомбить И я тут обратил внимание, что у нас проблема с электроникой Напомните мне, пожалуйста, из чего она делается Где-то здесь, по-моему, был у нас заводец По производству как раз той самой электроники Но я его не могу найти почему-то Почему же так происходит? Это у нас компоненты, вот это у нас электроника Здесь у нас, соответственно, кремний И алюминий, вроде с этими ресурсами сейчас более-менее И я бы, наверное, построил бы тогда еще один завод Потому что явно не справляется фабрика А нам нужно, чтобы она всегда работала эффективно Если я правильно их понял То у нас сейчас будет метеоритный дождь И нам нужны ремонтные дроны, которые в целом у нас имеются Значит, я говорил нам о том, что необходимо строить где-то здесь Ремонтный комплекс, чтобы двигаться в том направлении Ремонтный комплекс нужно делать таким образом, чтобы не строить их слишком много Поэтому я предлагаю сделать следующее Я предлагаю построить сразу несколько, наверное Или, может быть, это глупая затея Да, давайте, наверное, все-таки начнем с одного И поставим сюда какое-нибудь электричество в том числе Потому что без него никуда И мне кажется, я хотел бы еще одну узловую станцию Для того, чтобы мы точно были уверены, что здесь будут какие-то дроны бегать И что-то тут делать Например, где-то здесь она у нас окажется Значит, еще раз переходим на сканер и смотрим Прямо мы находимся впритык Значит, здесь должен появиться еще один археологический сканер Для того, чтобы продолжить разведку Но задача минимум не полностью ясна Я думаю, что мы будем двигаться в ее направлении Что вы с этой ракетой? Подскажите мне, пожалуйста Вроде все загрузили, построить ракету осталось Я вижу, что строительство идет Запас какой-то присутствует Не очень понял, зачем он Но растапливать лед, я думаю, мы сегодня будем Появилась вот такая вот иконка И она мне не совсем понятна Зачем она нужна? Но, тем не менее, тем не менее Кстати, я подумал тогда, что дороги достроились И дроны начали быстрее бегать Но нихрена подобного Они вот только сейчас пошустрее стали двигаться В общем, вот с этой историей будем еще разбираться Может быть, я между сериями попробую это все дело понять И вам потом расскажу и то Скоро я могу начать исследование инженерных технологий второго этапа Отлично Технологии второго этапа Наверное, имеется в виду, что именно для терраформинга эти технологии Кстати, вот она батарея, о которой я когда-то говорил И, наверное, нам она будет нужна Потому что энергию желательно накопить Колония 2, колония 3 геокупол Здесь тоже вопросов не имею Завод по выработке парниковых газов Слушайте, не стоит ли нам сначала дойти до той точки Которую нам уже показали Прежде чем начинать что-то придумывать Я думаю, что идея в целом хорошая Хочу ли я сейчас построить еще одну дополнительную колонию Надо посмотреть на запасы Вода есть, еда есть У нас два, насколько я помню, комплекса по производству пищи И давайте, наверное, мы построим еще одну колонию Для того, чтобы технологии прям залетали Единственное, надо опять же проверить Да, здесь вроде в этом плане все хорошо Поднять плотность атмосферы и температуру Поздравляю, ты высводил запертый в полярных ледяных шапках CO2 И теперь в некоторых областях планеты образовались скопления воды Самое время перейти ко второму этапу Создайте на Марсе атмосферу Высвободите CO2 из реголита Действуйте по плану Так, ну-ка покажите-ка мне С ледниками покончено И при этом без использования ядерных боеголовок Выполните поставленную задачу Не вновиди в планете Большое достижение Следующий шаг Поднять атмосферное давление до 300 миллиметров Милли атмосфер, прошу прощения Конечно же Ну-ка погодите-ка Очень много опять же информации Значит, мы растопили с вами ледники А где появилась вода, мне интересно Можно ли это посмотреть каким-то образом? Это вода или какого хрена? Нет, по-моему это высокая гора Но если честно, я воду не наблюдаю Не знаю, может быть она просто не разведана И поэтому мы не видим ее Когда мы с вами поставим спутники, то станет понятно Ну давай послушаем Это Хьюстон Мы подтверждаем исчезновение полярных шапок Первый этап терраформирования завершен Поздравляем, Ми Ты невероятно далеко продвинулась Если температура планеты продолжит повышаться Это приведет к освобождению СО2 из глубинных слоев реголита Кроме того, тебе нужно поднять атмосферное давление до 300 миллиметров Это значительно облегчит жизнь колониста А как лучше повысить температуру? На ваш взгляд, как лучше всего повысить температуру? Пока что ты отлично с этим справлялась Можешь даже попробовать ускориться В твоем деле в исследовании есть предпроекты, которые могут тебе в этом помочь Хотя прежде чем их можно будет реализовать, нужно их изучить Поработай над этой задачей вместе с колонистами Но что бы ты ни выбрала, обязательно учти все факторы От этого зависит успех всей миссии В общем, так держать, конец связи Мы получили с вами очередное наставление Которое, в принципе, и так было понятно И продолжаем расширяться В чем я точно уверен, что мне сейчас необходим еще один Вот этот узловой шаттл Узловая станция, черт ее возьми Потому что не справляются дроны И сюда они ездят не очень охотно Возможно, какие-то склады тоже надо будет сделать С электричеством беда, но вот появляется еще одна станция И она вырабатывает 32 мегаватта Я так нихрена и не понял, где эти ветры-то смотреть Ветры ветра Пока не очень ясно Но да ладно Могу ли я сейчас заняться чем-нибудь еще на орбите Ну, например, забегачить какой-нибудь еще спутник Лимит построек плюс 200 Это отличные новости Смотрите, фабрики уровня 2 Мне, кстати, нравится эта идея Или, может быть, за батарей начать И все-таки копить энергию, когда у нас есть переизбыток Наверное, все-таки копить энергию Потому что периодически есть какие-то проблемы Давнее дело сингла 50 мили атмосферы Этот фактор может восприниматься по-разному Как неестественную перемену, как большой шаг Это большой шаг навстречу новому Марсу Тому, ради чего меня и создали Отлично, отлично Эта информация как никогда Кстати, и что вот это такое за нахрен? Это падение метеорита Но я надеюсь, что нас не особо повредит оно Тем более здание здесь не построено Что я хотел сделать? Она меня постоянно отвлекает Я хотел выйти на орбиту и посмотреть, каковы здесь наши дела Значит, у нас есть вот такой вот спутник Можем ли мы что-то с ним сотворить? Пока что не можем, к сожалению Нужно отправить автоматический корабль Здесь вроде все сделано У нас в целом никаких задач на орбите нету Но, тем не менее Когда я смогу пользоваться вот этой всей историей? Наверное, когда это по заданию к нам просто придет И да, здесь написано, что доступ требует разрешения Все, вопросов больше не имею Метеорит упал и нам никаких повреждений не нанес Значит, мы точно с вами понимаем, что мы здесь что-то строим Но никак построить не можем Приоритет, пожалуй, будет, наверное, на чем? Наверное, на узловой станции сейчас в первую очередь И я, черт возьми, хочу еще одну Пожалуй, вот сюда я ее бахну, чтобы она строилась Побыстрее тоже дам ей приоритетик И мы все-таки получим новых дронов Которые нам, несомненно, помогут это все делать достроить Наверное, нужно обратить внимание еще на какие-то ресурсы Но я, если честно, не вижу, что есть какая-то проблема Вроде с электроникой мы разобрались И плюс сейчас будет возможность сделать заводы второго уровня Поэтому, как вы понимаете, мы сможем забустить все производство, которое нам нужно забустить Я буду рады ускорить процесс терраформирования Но разумно ли браться за столь рискованный проект? А, быть может, нет, однозначно да Прогресс без риска невозможен Я должна использовать боеголовки Блин, а мне не очень нравится использование боеголовок, если честно Но да ладно, я так думаю, что наши решения повлияют на какой-то финал Но, тем не менее, мы придем все равно к конечному результату Другой вопрос в том, что мне еще построить Я вот вижу, что хочется быстрее технологии изучать Очень долго И вроде колонию я как бы сделал, да, насколько я помню Мне же не показалось, а то мне могло присниться Я запутываться начинаю в огромном количестве зданий Но я вижу, что здесь 500 И значит колония вообще построена Но люди еще не подъехали То есть, соответственно, торопиться не стоит Надо глянуть на орбиту И посмотреть, что они сейчас на земле И в скором времени будут отправляться Поэтому давайте немного еще подождем с этой историей Так, хочу забустить шахты Какие у нас есть шахты? Здесь у нас шахта по добыче железной руды Которая еще не улучшена Нет, погоди-ка А, улучшить дороги Так вот, что это за хрень, да, получается Вот оно как работает И нужно улучшать определенные дороги Нет, погоди Так а я не могу улучшить все дороги сразу? Зачем мне такая вот херня? Почему я только сейчас об этом узнал? Я думал, что они просто автоматом улучшаются И мне запариваться, собственно, не нужно по этому поводу Очень странно Мне действительно показалось, что дроны стали быстрее бегать Но, походу, я сам себя обманул Это некий эффект плацебо Который нужно каким-то образом исправлять, да И делать из этого реальную картину Но если мне действительно придется делать каждую дорогу вот таким вот способом Это, конечно, дичь Ну да, смотрите, дорога улучшилась Вот она теперь такого цвета Первый из многих вызовов Досадно, что мне приходится отвлекаться от основной миссии Но это легко поправимо Хотел бы я, чтобы был только Марс и я Я не знаю, зачем она об этом рассуждает Но, наверное, в итоге мы придем к какому-то разумному ответу Она начнет осознавать сама себя Она начнет превращаться в человека в каком-то смысле И, соответственно, за счет этого будут какие-то последствия Так, стопе, мы видим, что падает метеорит А куда он падает? Можно ли нам узнать? Нам пока не показывают этой информации Ну давайте крутить, пока не увидим падение Не поймем, да? Вообще были какие-то красные зоны Но сейчас я их почему-то не вижу А, нет, вижу Вот она здесь Слушайте, ну, здесь не очень страшно Это как-то терпимо Можно особо не запариваться Давайте лучше посмотрим на действительно важные моменты Например, это углерод Потому что углерода как-то стало маловато Значит, вот эта шахта требует явно улучшения И вот эта шахта требует явно улучшения Здесь есть возможность построить еще Но я, наверное, пока не вижу в этом смысла Если мы просто можем забустить таким образом Блин, опять какая-то беда с электроэнергией А что с ней происходит? Я все понять не могу Ну, надо строить тогда Блин, построили Ни метеоритных дождей, ни песчаных бурь Не директив Только мы вдвоем в полном одиночестве Строющие идеальные системы Разве было бы не прекрасно? Ну, наверное, было бы прекрасно Я так понимаю, она очень хочет остаться одна Но пока что у нее такой возможности нет Все-таки она будет под нашим контролем Ну, наверное, она это я Игрок, который проходит эту кампанию И это понятно Потом будут какие-то траблы, конечно же, с людьми Это тоже мне, в принципе, уже прямо сейчас ясно И вопросов никаких не вызывает Короче, буду строить еще немножечко по энергии Очень меня смущает вопрос по поводу доставки Вот этой всей истории Но вот, например, здесь понятно По каким причинам мне нужна дорога Потому что вот этот ресурс доставляется в два места сразу Нужно ли здесь это дело улучшить? Ну, я не вижу каких-то проблем по химикатам Тем не менее, пускай вот это вот дело все прокачается С алюминием мы тоже вроде разбирались И я что-то прокачал Короче, вот в плане масштабности у меня остаются большие вопросы Насколько все это действительно удобно Вот таким вот образом управлять Может быть, есть что-то, чего я не знаю Например, база данных, меню Но мне это точно не нужно Наверное, есть какой-то инструмент, который мне позволяет улучшать сразу много чего Но я пока что его не вижу Но, как говорится, нынче ничего страшного Поэтому мы сейчас посмотрим, что у нас здесь Наверное, больше на сканер Сканер сканирует Жалко, нельзя выбрать зону, которую он будет сканировать Метеориты действительно стали чаще падать А что вот это такое за пунктир, я не очень понимаю Я, наверное, и не пойму, скорее всего Метеорит упал вот здесь максимально близко Опять у меня что-то с энергией, причем на достаточно серьезном уровне у меня проблемы Неужели мне не хватает? Да что вам нахрен надо? Это Хьюстон, похоже, что метеоритм даже закончился Пожалуйста, доложи обстановку Все прошло успешно Все прошло не вполне так, как я ожидал Но закончилось успешно, база в безопасности Не переживай, это всего лишь вопрос опыта В следующий раз у тебя получится лучше В следующий раз До тех пор, пока на Марсе не сформируется достаточно плотная атмосфера Которая будет защищать планету от метеоров Подобные ситуации будут повторяться Следи за этим нельзя позволить, чтобы это помешало нашей миссии Принято, я вас поняла Тогда возвращаюсь к терраформированию Конец связи Я не очень понимаю, зачем мне одно и то же говорят Я с первого раза понял, что нам нужно создать атмосферу И тогда метеориты не будут долетать Но вообще мне видится следующее Что в целом исследовать заброшенную ракетную шахту сейчас не обязательно Это некая дополнительная директива В целом мы можем двигаться к задаче по 300 вот этих микроатмосфер Или как они там называются Но в общем вы поняли о чем я И наверное приходить в итоге к результату Если мы пойдем в сторону заброшенной ракетной шахты Конечно запустить ядерную ракету я совершенно не против Но и результат будет каким-то другим Это все интересно посмотреть Но продолжать мы уже будем конечно же с вами в следующей серии Вам спасибо, что смотрели Ставьте лайки под видео Подписывайтесь на канал До новых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok